Пост-Ефремовское пространство Проще всего сказать, что с Ефремовым закончилась эпоха Для меня Олег Николаевич Ефремов это прежде всего последний положительный советский герой Ни в одном из этих слов нет ни тени осуждения Он был человеком совершенно безупречным по ощущению Он никогда не играл отрицательных героев Он играл самые отрицательные его герои, это были простаки Я давно хотел спросить, вот это кто? Экзюпери Кто? Антон Андессен Экзюпери Я за кого он играл? Вот этот характер, это вот мечта о том, что где-то есть ведь хороший мужик Вот живет такой вот хороший мужик А я вас слушаю, товарищ потерпевший У меня на левом заднем крыле гвоздем процарапано неприличное слово Подождите Так Какое? Вот эти ясные до срока пролегшие морщины Этот взгляд, этот лоб Эти бескомпромиссно отброшенные назад волосы Вот это все, Ефремов конца 60-х, это абсолютное выражение некого советского идеала, в который в последний раз еще хотелось верить Вот, ты же старый человек, ты должен постичь, я же первую зарплату домой несу У меня же семья, сын, жена, дом, вот же ключ Нужно знать было эту эпоху, она была такая яркая, как, я не знаю, как взрыв сверхновый Мне кажется, что тот дух, который был в современнике когда-то, его нельзя потерять Такого таланта уметь найти нюансы в каждом спектакле, через что выразить и проложить пути, дороги к зрителю, которые приводят в волнение Это же, это у него талант особый был Вот эти глаза поверх руля, в трех тополях на Плющихе, которые одними глазами Можно дать понять, что это та самая песня, которую хотел услышать он, поймать по радио, и которую запела Доронина Это та самая, ничего, он не сказал, ой, да, это действительно, это то самое, нет Вот он, он одними глазами, что это, как это может быть, я не знаю Вот эти мгновенно остановившиеся какие-то Он был чувствительным человеком и умным, очень умным человеком Он жрец театра, то есть, он театр воспринимал не как, ну вот мы вам там что-то спляшем и споем А как какую-то такую миссию, как какую-то такую философскую, какую-то штуку, которая воспитывает людей Просвещает, а потом уже развлекает Никакое хорошее дело не может сопровождаться ложью и обманом Надо же, самовольно вершил суд, творил расправу, да на каком основании? По совести говоря, все это глупость и преступление Преступление? Подследственное, вы куда? Значит, ты тоже считаешь, что я виноват? Да Товарищи, зрители полный стадион Прошу всех на сцену Да, не забудьте сказать, быть или не быть А вы опять не готовы Ну, а Ефремову невозможно сказать в двух словах Ефремов сам эпоха И говорить о пост-Ефремовской эпохе Наверное, не очень корректно Что после Олега Николаевича осталось И что исчезло Но вот осталось после него, это понятно Нефть и газ А исчезло Вот Личное мое ощущение, что это исчезла Доброта, мудрость и юмор Юмор такой радостный Не постмодернистский А радостный, человеческий, живой Пост-Ефремовское время Это время без романтики И без великого Он, наверное, был последним Ушедшим великим Великим Вам кажется? Начнем Простим друг другу Благородный Гамлет Будь чист перед небом За тобой иду я Благородный Гамлет Благородный Гамлет Продолжение следует...